Добрый день, дорогие друзья! Рад вас приветствовать из студии универсального формата. Как всегда, в 13.05 мы выходим в прямом эфире. 202-11-22 – это телефон для того, чтобы вы стали участниками нашего эфира. Звоните, дозванивайтесь, отвечайте на наши вопросы, которые совсем скоро стартуют, но и задавайте свои вопросы нашим сегодняшним гостям. И, кстати говоря, если вы умеете рисовать, то поделитесь, пожалуйста, своим опытом, как вы научились этому замечательному искусству. Да, как раз сегодня будем говорить о живописи, об этом искусстве. Возможно ли научиться стать художником или художником все-таки рождаются? Вот я лично приверженец второго, то, что, наверное, такой талант должен с нами, родиться вместе с нами. Но вот мои сегодняшние гости говорят обратное, что все-таки можно научиться, можно научиться творить, можно научиться видеть этот мир какими-то своими красками и рисовать этот мир. Что ж, давайте вам представлю. Сегодня у нас представители детской художественной школы номер два. В лице, наверное, начну с девушки все-таки, Марина Валерьевна Зайченко, методист, преподаватель рисунка, живописи и композиции. Здравствуйте. И рядышком расположился Андрей Васильевич Вельмискин, преподаватель рисунка, живописи и композиции, победитель общероссийского конкурса, лучший преподаватель детской школы искусств. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, практически уже запыхалась, пока читала все ваши регалии. Очень приятно, что у нас такие гости, которые в себе одном сочетают несколько таких интересных наполнений, несколько интересных через запятую подписи. Что ж, давайте с вами знакомиться, не конкретно с вами, а с вашей школой. Как давно существует в Самаре художественная школа номер два? Чем уже успела отличиться? Расскажите немножко об истории. По поводу истории, наверное, я начну, потому что я в школе дольше всех работаю. Из ныне работающих. И школа организована была в 1985 году. На тот момент, когда она создавалась, в городе была одна единственная художественная школа. Естественно, она не могла удовлетворить потребности города в художественном образовании. И вот нашу школу, когда организовали, постарались сделать так, чтобы отдаленные районы города, где таких культурных центров практически не было, чтобы появился такой культурный центр, как наша художественная школа. Тогда, когда она строилась, еще рядом был кукольный театр. Сейчас он уже не существует, но это все было в одном здании. Вот мы и остались до сих пор, нам уже 30 лет. Мы успешно работаем, выпустили уже много выпускников. И я могу сказать, что школа потихонечку набирает обороты, и с каждым годом все лучше и лучше становится. Слушайте, 30 лет – это дата, мне кажется, для Самары достаточно такая весомая. Да? Либо только начинаете существовать? Ну, в общем-то, наверное, все-таки немаленькая, потому что за 30 лет уже выпущено более тысячи выпускников, получили аттестаты окончания художественной школы. В школе ежегодно обучается около 300 человек. В школе у нас полный курс обучения, это рассчитан на 5 лет. То есть это действительно образовательная школа? Действительно образовательная школа. Это же профессиональная. Профессиональная. Пред-профессиональная. Пред-профессиональная. И именно это подтверждает то, что с 2013 года школа ведет обучение именно по пред-профессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства живопись. Именно направлено на академическое образование. Рассчитана она как раз на 5 лет. В школу ребята у нас принимаются с 10 лет. То есть вот такой возраст серьезный. И в конце обучения возраст как раз именно приближается к тому моменту, что ребята могут сделать выбор и продолжить свое обучение в средних профессиональных учебных заведениях. Ну и соответственно подготовивших могут пойти дальше. Выбрать себе профессию. Да, выбрать себе профессию. Ну как правило это современные профессии дизайна, архитектуры, живописи естественно, преподавания. Каждый выбирает свой путь из учеников. Я лично за творческие профессии. Но это конечно каждому дано, либо не дано. Но мне кажется человек, который занимается творческой какой-то деятельностью, он счастлив. По крайней мере. Хорошо. Вы сказали, что 300 человек обучается ежегодно. Да, для этого у нас в общем-то все условия созданы в школе. У нас мастерские по рисунку, живописи, композиции. Давайте как раз вы нам будете рассказывать о своем оборудовании. Да, да, да. А мы посмотрим фотографии. Ну так, под разговор. Под разговор. Вот мы как раз видим. Это фасад школы. Это фасад школы. Здесь работы преподавателей. То есть там несколько... В витрине. В витрине, да, да, да. Как интересно. Даже работы директора школы и детские школы. То есть так проходишь, можно посмотреть. Вот это у нас фотографии, где у нас хранятся фонды. Методические. 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 Все очень так систематизировано. Преподаватели молодые ведут уроки. Вот класс у нас все укомплектованы. Обязательно на стенах висят работы, по которым можно ориентироваться. Класс скульптуры вот. Да. А сколько помещений? Ну, я, конечно, понимаю, сейчас, наверное, все как-то... Ну, у нас несколько классов аудитории для рисунка, живописи, композиции. Отдельно есть кабинет для истории, искусств, проведения занятий. И у нас замечательная скульптура. Потому что у нас все завидуют. В общем-то, на самом деле, есть чему позавидовать. Потому что отдельно класс для проведения уроков. И специальная керамическая мастерская, где хранятся работы. Идет сушка. И, соответственно, идет обработка. Да, то есть все. Профессиональная печка есть. Профессиональная печка, да. Где, в общем-то, идет обжиг. Все очень здорово. Ну, я думаю, мы о каких-то направлениях поговорим еще поподробнее чуть позже. Так, вот это, я так понимаю, выяснили какие-то задания. На пленэре. Это пленэр. Это у нас фотография с выставки. Золотая коллекция в Самарской губернской думе. Это начало нашего большого такого проекта, который начался в сентябре. Передвижная выставка, которая затем свое, так сказать, движение продолжила. Путешествие. В детской картинной галерее. Затем в школе. А это вот во время уроков. Вот наши ребята занимаются. Это история искусств. Это история искусств. Вот так вот проходят у нас занятия. То есть без теории все равно никуда, я так понимаю. Никуда. Художнику историю искусств надо обязательно знать. Да. Неполноценный будет художник. Вот у нас как раз тот самый класс скульптурный, о котором я говорила. И керамическая мастерская, где у нас хранятся выполненные работы. Вот и там же у нас и печка, где работы доводят до финального завершения. Слушайте, ну это действительно такое целое учреждение, где очень много каких-то своих потайных, быть может, мест. Да, у нас собираются картины, скажем так, с галереи о работах художников профессиональных. Многие из них подарены. Это вот сейчас последняя фотография была натюрмортный фонд. У нас очень много предметов старины. Много гипсовых слепков, которые мы используем при создании постановок, заданий по рисунку живописи. Так, как же поступить в вашу школу? Какой возраст, давайте напомним нашим телезрителям? Ну, возраст, в общем-то, у нас с 10 лет мы принимаем в школу обязательно экзамены. То есть экзамен у нас проходит в начале июня, это три дня. Обязательно первый и второй день – это задания, которые ребята выполняют с натуры. Ставится небольшая постановка по рисунку и по живописи. Третий день – это композиция на заданную тему. Вот, ребята, прошедшие экзамены, то есть отбор, принимаются в школу. Ну, более подробная информация о поступлении у нас находится на официальном сайте и в социальных сетях группы «Контакт». У нас есть группа нашей школы художественной, так она называется, «Художественная школа номер два», где, в общем-то, можно не только информацию о школе, о поступлении, но можно узнать и о школе самой, и посмотреть какую-то информацию, новости, что происходит в школе, потому что мы всегда анонсы выставляем не только на сайте, но и в группе. Обязательно сделаем репост вашей группы в нашей группе «Контакте». Кстати, адрес вы видите на своих экранах, поэтому заходите к нам в универсальный формат, на страничку «Контакте», а там уже увидите всю информацию о художественной школе номер два. Так, для начала давайте задам вопрос нашим телезрителям, а потом потерзаю вас своими вопросами. Кто художник и как называется эта картина? Вы видите как раз на своих экранах, поэтому звоните 202-11-22, но я думаю, для наших гостей, быть может, как раз вопрос, кажется, элементарный, и так посмеялись. Для простых обывателей все-таки, я думаю, стоит подумать, кто художник и как называется эта картина? Ответите верно, получится два билета в кинотеатр «Киномечта» на любой сеанс, на двоих, поэтому давайте звоните, не стесняйтесь, отвечайте на мой несложный вопрос, по мнению наших гостей. Мы промолчим, наверное, да, давайте не будем пока давать подсказки, если что, потом не получим звонков, то можем как-то подсказать, кто художник и как называется. Так, вы нам рассказали про поступление. Я могу сказать, что, знаете, не все так просто, не просто необходимо прийти с желанием, да, необходимо что-то уже нарисовать, что-то уже уметь и так далее. Опять же, вернемся к началу передачи. Я лично считаю, что художникам нужно родиться. Так это или нет? Если действительно даже поступить, чтобы в школу искусств, нужно что-то уметь. Как? Нужен какой-то талант, потом развить его, либо всему можете научить? Ну, чтобы поступить, конечно, некоторые навыки должны быть, потому что все-таки экзамены сдаются, и ребенок должен показать, что он что-то уже умеет. Вот. Поэтому обычно до нашей школы где-то еще в застудиях дети учатся. А что касается, нужно родиться художником или нет, ну, наверное, чтобы быть гениальным художником, но так, чтобы в веках остаться, то, наверное, все-таки должно что-то быть от природы. Чтобы просто хорошо научиться рисовать, здесь не обязательно быть каким-то гением. Здесь достаточно просто и самое главное, это самое главное, чтобы было желание. Нет желания, научить тяжело. Если есть желание, научить можно любого. То есть есть определенные законы живописи, рисунка, которые ты изучаешь, и если ты их соблюдаешь и подходишь к их реализации творчески, то, в принципе, научить можно любого рисовать. Вот хорошо рисовать что-либо, можно научить любого человека, главное, чтобы он хотел. А вот остальное уже от человека зависит, насколько он будет там гениальным. Когда, конечно, есть, наверное, самородок, таланты, это еще больше везет, и вам, наверное, нравится, и вам интереснее работать. Но, наверное, некая такая закалка и даже цель, когда человек приходит, ну, с таким неявным талантом, а сделать его профессионалом, полупрофессионалом, как мы говорим, да, вот, то тоже вам, наверное, интересно, я думаю, как преподавателем. Посмотрите, а что же получится? Нет, но всегда приятно работать, когда ребенок уже какую-то божью искру имеет, потому что очень часто он такие неожиданные моменты выдает в своем творчестве, которые, во-первых, восхищают и немало удивляют. Но мы работаем со всеми, кто приходит, кто хочет, и поэтому, в принципе, те, кто стараются, кто, ну, как говорится, учится как положено, те все выходят с достаточно крепкой базой и умеют хорошо рисовать. Хорошо. Так, давайте с вами разбираться. К вашему юбилею, 30-летнему, у вас много подарков и сюрпризов, точнее, побед в конкурсах, я так понимаю. Рассказывайте, пожалуйста, первая, наверное, такая очень значимая победа, то, что вы вошли в 50 лучших детских школ искусств, вот как раз мы видим здесь, да, сборник, в этот сборник как раз вошли все 50 лучших школ искусств, и здесь вот такая фотоподборчика. Всех школ, и, соответственно, вот наш замечательный диплом. Да, вы можете положить, наши операторы сейчас их как-то покажут нашим телезрителям, то, что действительно не просто так говорим, а есть подтверждение. Что за конкурс, как проходил заочно, либо необходимо было представить свою школу, кто представлял? Представляли школу, прежде всего, школа была... Школа, прежде всего, представила себя, ну, скажем так, заочно, но при этом она в полной мере предоставила всю информацию о себе, о всех конкурсах, о всех наградах своих, победах, о своей активной творческой позиции жизни, о своих учителях и, соответственно, своих учениках, о руководителях школы, которые ведут это учебное заведение. Вот, и по итогам, и прежде всего, конечно, то, что вот мы сейчас уже, это самое главное, что мы сейчас реализовываем вот новую программу предпрофессиональную, это самая главная такая, главная позиция, то, что мы очень активны в социальном плане, среди школ, учебных заведений разного плана, в интернете, то есть имея свой официальный сайт. Очень, кстати, удобный и комфортный, да? Да, то есть как бы школа себя на этом конкурсе позиционировала как учебное заведение современное, достаточно яркое, и, в общем-то, вот по итогам, по итогам этого конкурса, в совокупности всех аспектов, да, в совокупности всех аспектов, мы вошли в 50 лучших детских школ искусств России. Слушайте, ну это, мне кажется, очень, очень высокий. Конкурс под Единое Министерство культуры Российской Федерации. Вот, и также, как бы вот на этой же волне у нас победителем конкурса лучший преподаватель детских школ искусств был отмечен Андрей Васильевич Вильмискин. А мы сейчас у Андрея Васильевича спросим, как вам? Да, также здесь его награда находится. И я еще хочу сказать, что это уже второй преподаватель в нашей школе, потому что в 2011 году в этой же номинации лауреатом этого конкурса стал Башкиров Владимир Иванович, директор нашей школы. И вот теперь у нас уже школа имеет двух обладателей такого звания. Слушайте, ну это очень отрадно, это очень хорошо. Ну, по крайней мере, то, что вы вошли в 50 лучших школ России, да, это, мне кажется, очень дорого вздой. Андрей Васильевич, ну рассказывайте вы, как вам? Не тяжело ли носить столь ответственный? Ну, я могу сказать, что, как вот это все происходило. Ну, скорее всего, тут были учтены мои предыдущие заслуги, но участие в конкурсе происходило достаточно просто. Марина Валерьевна подошла ко мне, говорит, вот надо поучаствовать. Я говорю, раз надо, будем. Активный, творческий преподаватель. Поэтому мы сделали фильм по моему уроку, мастер-класса. Вот, и этот фильм, он был как раз выставлен на вот этот конкурс, и вот я победил этим фильмом. Слушайте, ну это прекрасно. Я так понимаю, что как раз какие-то фильмы, какие-то интересные уроки. Я хочу сказать, что Андрей Васильевич очень скромно так это выразился, о своей деятельности, потому что здесь гораздо больше, чем просто представление как презентация своего педагогического опыта. Во-первых, он сам уже сказал о том, что в школе он работает давно, у него очень много достойных выпускников. Это, во-первых. Во-вторых, то, что вот он активно участвовал в конкурсах, и его ученики. Помимо всего этого, Андрей Васильевич у нас занимается такими вот моментами, как создание фильма, съемка, монтаж, учебных фильмов, вот которые сегодня здесь представлены. Да, как раз мы видим несколько образцов. Поэтому он очень так скромно. Это же все общая такая копилка его умений, его знаний и всего-всего, что, в общем-то, привело, так сказать, к такому уровню, к этой награде. По поводу фильмов я могу сказать такой момент. Дело в том, что у нас в школе организовывается очень много всевозможных семинаров, на которых проходит обучение преподавателей всей области, не только нашего города или конкретно нашего района. И, соответственно, приезжают, и Владимир Иванович приглашает, и агентство социокультурных технологий тоже приглашает, очень серьезных людей, которые имеют богатейший опыт свой, и настолько ценные, что, ну, просто было бы, на мой взгляд, преступно. Так, приехали, мы эту информацию получили, освоили, и она как бы, да-да, ушла. И поэтому, когда мы с Владимиром Ивановичем, как бы это наша с ним идея, когда мы поняли, что такую цену нельзя просто так вот упускать, мы решили с ним, то есть вот как раз было куплено оборудование, было куплено такое, ну, не профессионально, но более-менее. Вот, и мы начали снимать вот эти фильмы, когда приезжают такие люди, которые могут, ну, ценнейшим опытом поделиться. И стали делать вот эти фильмы, потом уже распространять их по учебным заведениям, когда вот у нас как происходит, я сделал фильмы, возникает другой семинар, люди приезжают, мы эти фильмы распространяем, да, потом этот семинар я делаю, монтирую, на следующий семинар мы уже распространяем то, что было последнее, ну, и так далее. И поэтому многие вот приобретают эти фильмы, чтобы ознакомиться с тем, кто даже вот некоторые школы берут их, потому что не все же преподаватели могут приехать, потому что, ну, у нас не резиновое помещение, вот, а потом они у себя как-то могут со своим преподавателем это все обсудить и освоить таким вот образом. Слушайте, ну, это да, это молодцы, что делитесь опытом, что делитесь знаниями. Ну, у нас получается и такой момент, что вот к нам приезжают, дают мастер-классы, проводят семинары, но у нас обратная связь также идет. И наши преподаватели... Преподаватели выезжают. Также выезжают в другие школы, также при содействии Агентства социокультурных технологий. И также делятся своим опытом. Вот хотелось просто отметить, что у нас, вот, казалось бы, директор, да, Владимир Иванович Пашкиров, но он, помимо всего этого, он также и преподаватель, и дает очень много мастер-классов. Вот, буквально недавно он стал, вошел, так сказать, в члены, принят в члены Союза художников России, Самарское региональное отделение. То есть он творческий еще работает очень много. Да, то есть помимо всего то, что он административный. То есть не просто возглавляет, не просто то, что он преподаватель, он еще и практикующий художник. Вот, и также мастер-классы у нас давали такие преподаватели, как Наталья Анатольевна Суботина, молодой преподаватель, Куприна Татьяна Николаевна, Славнова Елена Борисовна, Перепелкин Илья Геннадьевич в разных направлениях, и на пленэре, и в мастерских, рисунок, живопись, композиция, и керамика. То есть разного плана. Я могу здесь добавить то, что у нас, в общем-то, Владимир Иванович очень тщательно коллектив подбирает и старается самых лучших людей, которые в своей профессии как-то себя проявили, брать в школу. Поэтому каждый из преподавателей, собственно говоря, уникальный. У него у каждого есть свой собственный опыт, который может быть интересен другим. И поэтому вот была такая идея, что мастер-классы надо тоже своим начинать записывать, ну и если кому интересно, тоже распространять в городе, в области. Поэтому у нас уже три фильма таких есть, но думаю, что будет и дальше. Слушайте, вы замечательная даже в том, что у вас какая-то очень дружная семья. Вы друг друга поддерживаете, теплые слова только слышны, и о педагогах, и о директоре, который действительно своим примером заставляет творить, не только возглавляет одну из 50 лучших школ искусств, но и показывает своим примером то, что можно и нужно быть. Ну, в общем-то, пример есть, потому что даже есть у нас такое бытует мнение, что на самом деле в стены школы учат. То есть не просто вот ребята приходят заниматься на уроки, потому что в нашей школе это постоянная, вот фойе школы, рекреация, это постоянная смена, скажем так, декораций. Выставки меняются где-то в год, раз, шесть, семь. Причем выставки разного плана, как детские, отчетные выставки, лучших работ ребят, пленэра, также и, соответственно, и преподаватели, и директоры школы. И не только. Да. И художников. Известных самарских. Известных самарских. То есть у нас очень такая достаточно широкий диапазон. Не учебная, скажем так, образовательная деятельность, она тоже. Но и выставочная. Выставочная. Давайте примем звонок от нашего телезрителя. Хорошо. Нашелся у нас все-таки. Хорошо. Искусствовед. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Ольга. Ольга, очень приятно. Давайте рассказывайте, вы вообще как, с живописью на вы, на ты? Нет, я что-то не умеет. Не умеете? Мне нравится ходить в музей, смотри. Это отлично. Наверное, в музее где-то и представлена картина, которую мы вам загадывали. Кто художник, как называется эта картина? Картина Колизей. А кто художник? Кедрина. Верный ответ? Нет. Вот буквально наши эксперты, которые, ну не могу не поверить, говорят, что нет. К сожалению, ответ неверный. Да и я вот другой ответ вижу перед собой в шпаргалке. Поэтому, к сожалению, ждем другого звонка. Посмотрите, пожалуйста, еще раз, кто художник, а как называется эта картина. Вот так вот. Вам кажется, все просто. А наш телезритель, видите, поставил в тупик этот... Поэтому мы стараемся, чтобы у нас ребята прививать именно уже в школе. Потому что, на самом деле, район у нас отдаленный, достаточно от центра. Поэтому мы стараемся, чтобы у нас было интересно в школе. Именно я хотела бы сказать, что вот выставки, именно прям вот назвать конкретно выставки, вот у нас в сентябре... Мне кажется, не так много времени, прям буквально по... Владимир Иванович Башкирову в сентябре у нас была выставка «Живописный проспект». Живописный мотив, извиняюсь. Это выставка пленарных работ, которые были в разные времена года сделаны. То есть природа в разных ее ипостасях. Вот, Владимир Иванович Башкиров у нас еще и заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Союза художников, директор. И всеми своими силами он пытается привить любовь к родному краю, к изобразительному творчеству, вообще к школе. И по, хотелось бы сказать, по интересной очень выставке, помимо персональных, у нас недавно прошла выставка преподавателей школы. И она была очень интересно названа. Вот, творческий выкенд или воскресные художники. То есть наши преподаватели воскресные дни именно так и проводят, что они, с одной стороны, в свои будние дни проводят с детьми, а в свободное время творят. Так, давайте с вами смотреть небольшой фрагмент из фильма, который посвящен 30-летию школы Апостоли, встречать новых гостей. Смотрим. В Самаре на пересечении двух крупных магистралей. Заводское шоссе и проспект Кирова расположилась детская художественная школа номер два. Здесь ребята учатся понимать, любить и создавать искусство. В школе есть все необходимое для этого. Просторные оборудованные классы, талантливые квалифицированные преподаватели, уникальные методические и натюрмортные фонды. Все для полноценных занятий скульптурой и керамикой, а также для работы с печатной графикой. В школе 30 лет. Все эти годы ребята приходят сюда, чтобы осуществить свою мечту научиться рисовать. На протяжении всего обучения они проходят непростой путь. Полный открытий, поисков, побед, порой разочарований, радостей творчества и раскрытия собственных способностей. В школе реализуется возможность детей, проживающих в отдаленных от центра районах, получить качественное художественное образование, подготовиться к поступлению в художественное училище и вузы. За долгие годы в школе сформировался уникальный фонд лучших работ учащихся, на примере которых обучается не одно поколение детей. В фонде более 5000 работ. Коллекции гипсовых слепков, керамики, старинного реквизита и муляжей. Около тысячи предметов хранится в натюрмортном фонде. В 2010 году положено начало коллекции работ современных художников. Школа растет и меняется вместе с детьми. И вот уже бывшие выпускники пополнили ряды преподавателей школы, развивают и обогащают опыт своих учителей. Это стало возможным благодаря внимательному отношению к судьбе талантливых выпускников, с многими из которых поддерживаются творческие связи. Действительно, со многими поддерживать творческие связи, вот наш следующий гость как раз этому подтверждение. Итак, знакомьтесь, у нас в студии Александра Дьяконова, преподаватель рисунка, живописи, композиции и выпускница школы. Как раз класс Андрея Васильевича, я так понимаю, да? Закончила она? Она училась у меня, потом в институте училась и потом вернулась. Все-таки у нас школа и администрация, в частности, директор постоянно как-то имеет контакт с выпускниками, особенно с теми, кто были лидерами, и отслеживает их судьбу. И когда возникает ситуация, что человек не против в школе поработать, Владимир Иванович приглашает обычно таких учеников. Если они не в течение такого испытательного срока себя показали, они остаются в школе. Поэтому у нас коллектив достаточно сильный такой. То есть кого попало, не берем. Отлично. Ну и юная художница, это Элина Песоцкая, учащаяся пока школы, тоже класса Андрея Васильевича. Правильно, преподавание? Так, девушки, хочу обратиться сначала к вам, к Александре, наверное. Вы вообще помните свой первый день в школе именно художеств? Да. Кто отвел, кто, быть может, заставил тогда еще прийти? Ну, непосредственно день, вот прям урок с Андреем Васильевичем я очень хорошо помню. Это удивительно, ну да. А так рисовала я с детства, ну как улюбила, мне прям вот очень то занятие нравилось. Училась сначала в школе искусственном, как бы маленькая когда была. Ну и педагог той школы посоветовала во вторую художественную школу, когда мы уже непосредственно пришли, нам посоветовали опять-таки Андрея Васильевича. И мы пошли к нему. Вот. То есть как бы все было вот как-то очень так. Своё личное желание, я понимаю. Да, да. Хорошо. Ирина, может быть, твой талант кто-то заметил? Бабушка, дедушка, мама, папа? Кто увидел, что поздравительные открытки как-то слишком красиво рисует девочка? Ну, в общем, меня мама привела в художку. Сначала ходила в застудию, и там учительница, она сказала, что я профессионального образования не дам. Ну, давай, иди в художку. Сказали, иди к Андрею Васильевичу, и мама не отвела. Похоже. В общем, сарафанное радио. Скажу больше, преподаватель, который у неё работал, я её знаю, она меня знает, и она поэтому, наверное, решила отрекомендовать её ко мне. То есть у нас даже с некоторыми вот такими застудиями, которые подготавливают нам детей, связь тоже имеется. Хорошо. Так, давайте, Элина, сколько уже обучаешься в школе? В художественной школе третий год обучаюсь. Третий год? Да. За это время, ну, вообще, какой-то рост лично ты видишь, а потом спрошу у твоего преподавателя. Ну, вообще, у меня штрих стал лучше. Угу. Единственная проблема. Да. В первом классе пришла как-то, ну, плохо получалось. Что-то говорят, ну, давай, пробуй, лучше старайся. Ну, говорили, отрабатывайте, отрабатывайте. А мы продолжали отрабатывать. И вот уже в втором классе столкнулись с такой проблемой, что у нас не получался академический встрях. Стали его тренировать. Сейчас более-менее. Ну, я могу сказать больше, что всё-таки она скромничает. Она когда пришла, не сразу, может быть, не с первых дней, но, в общем-то, уже где-то с середины первого полугодия она заявила о себе, что она достаточно способный человек. Её очень много работы в фонде осталось. У нас практика, ну, наверное, как и везде в учебных заведениях. То есть лучшие работы мы забираем в фонд, чтобы показывать потом другим, кто будет учиться. Вот так вот. Так что ты это знай. Так, давайте с вами посмотрим, ну, практически лучшие работы, потому что это, ну, признанные произведения. Вот так. Это вот автор как раз, Саша. Вот это её работа, когда она во втором курсе, по-моему, училась у меня. Это, неужели вы так каждую работу практически помните? Ну, выдающие-то работы они всегда помнятся. Хорошо. Во всяком случае, те, кто у меня учился. Это вот у Владимира Ивановича делал. Это вот у Игоря Владиславовича. Слушайте, очень интересно, вообще очень красиво, интересно, да, действительно, похоже уже на что-то штрих-профессиональное. Ну, я не знаю, я не буду такими громкими высказываниями, как штрих академический, потому что я просто смотрю, как обыватель. Вот вот сейчас девочка, она уже архитектор, вот тоже у меня учился на архитектуру уже. И прямо вот сразу зима, русские гуляния, очень интересно, очень хорошо. Так, давайте пока наши телезрители наслаждаются таким эстетически, получают эстетическое удовольствие, мы с вами расскажем подробнее о направлениях. Я так понимаю, что не только, да, как мы сказали, живописи, урок рисунка есть, вот, скульптура, давайте перечислим так хотя бы. Я могу сказать, что у нас школа, в общем-то, достаточно широкая, использует принципы обучения, то есть здесь не только реалистически, хотя как бы заявляется, что на итоге, в силу того, что многие должны потом поступать в учебные заведения, надо сдавать экзамены, они должны владеть реалистическим стилем, но тем не менее, начинаем мы обучение, особенно композиции, основываясь на школах модернистического направления, потому что, ну, если честно, то именно на этом направлении проще законы композиции изучать, потому что, если изучать на реалистической стилистике законы композиции, там много сложнее это все получается. Так, реалистическая стилистика, это, как бы скажем так, как фотография, как будто бы, да? Ну, не совсем, это как фотография такой цели не ставится, просто чтобы реальный мир, он был узнаваем. Чтобы узнаваем, вот так что? В образе, то есть, чтобы в нем какие-то образы создавались, не просто вот, потому что смысла в наше время, смысла нет делать абсолютно фотографично, есть на это фотоаппарат, и это все равно фотоаппарат, ну, можно при очень таком сильном желании постараться сделать, как он, но смысла не имеет. Поэтому очень важно, чтобы реализм не был самоцелью, а чтобы в нем какие-то образы интересные передавались. Хорошо, ну, я так понимаю, и абстракция может присутствовать. У нас она, особенно на первых порах, просто незаменимая вещь, потому что на ней очень, ну, не то что очень, а проще законы изучать, поэтому это обязательно. А скульптуре, каждый ли обучается, либо это какое-то отдельное направление? Нет, у нас скульптура обязательный предмет, и все курсы, все группы, они все скульптуры изучают. Вот. И еще плюс иногда бывает так, что у нас есть афортный станок и графическая мастерская. Иногда мы используем эту мастерскую на декоративной композиции, потому что все-таки декоративная композиция – это обязательный элемент обучения. И на этом станке делаем, вот, кстати, вот были в фильме графические работы, как раз на станке напечатаны. Хочу обратиться к Александре. Есть ли, не знаю, свои любимые работы уже? Либо художники, они как-то не выделяют так? Любимые в смысле… В смысле для себя, для себя любимых. Художников или свои собственные? Да, да, да. Свои собственные. Свои собственные. Ну, у меня есть любимое, как бы, направление – это пейзаж. Клинер, то есть, как бы, я уже вот, находясь в этой отрасли довольно-таки долго, поняла, что пейзаж для меня – это самое такое. Что рисуете? Самарские красоты? Да, в основном, самарские, как бы, домики. И, ну, у меня есть определенные задумки, которые я постепенно выполняю, стремлюсь к этому. Так, к Ильине тоже вернусь. Ты пока думай, какое направление тебе ближе всего. Ну, а я хочу задать вопрос второй. Ой, ну, если вы уж с первой нашей картиной не справляетесь, что же это за картина и художник там, не хотите отвечать, то вот вам еще одна тема для рассуждения. Кто художник, как называется эта картина? Между прочим, разыгрываем замечательный билет на спектакль «Джазе только женщины», который состоится 7 декабря в филармонии. Иначе отдам нашим гостям, потому что они, мне кажется, все знают. Уже тянут руки, ехидно улыбаются, потому что думают, что слишком элементарный вопрос задают. Как видите, не особо элементарный. 202, 11, 22. Кто художник, как называется эта картина, которая вот сейчас была на ваших экранах. В «Джазе только женщины», спектакль на двоих. Разыгрываем мы именно такие билеты. Ильин, рассказывай, твое самое близкое к тебе направление. Я даже не знаю, не решила еще для себя. Мне кажется, мало еще рисую по времени. То есть третий класс, это пока еще не показатель. Это мало. А дальше ли хочешь как-то с этой связать темой свою жизнь? Как-то нет, не особо. То есть просто для себя пока художественную школу? Для общего развития. Для общего развития. Так, есть звонок у нас, понимаете, как вот. Эта картина оказывается любимой, наверное, нашими телезрителям. Здравствуйте, как вас зовут? Ольга. Ольга, очень приятно. Давайте нам отвечайте на вопрос, кто художник. Как называется эта картина, которую вы видите именно сейчас на своих экранах? Художник Эдгар Дега «Голубые танцовщицы». Дега, наверное, только. Эдгар Дега «Голубые танцовщицы». Это верно. Я вас поздравляю. В джазе только женщины. Спектакль на двоих достается именно вам. 7 декабря вы отправляетесь в филармонию. Я вас поздравляю с этим. Так, первый вопрос. Давайте отвечайте. Вдвоем пойдете в кино. Кто? Автор? Это Питер Брейгель, старший, Вавилонская башня. Вот так вот. Александра ответила. Александре билеты в кино достаются. Что ж, вам спасибо большое, что были у нас сегодня в эфире. Спасибо большое, что проставляете нашу Самару, по крайней мере, в художественном направлении. 50 лучших школ искусства. Мне кажется, это очень-очень приятно, когда наша самарская школа в этом списке имеется. Спасибо большое. Ну что ж, рисуйте и творите. А если вы замечаете талант своего ребенка, то милости просим в детскую школу художественной номер 2.